Не сказать, что мы не умели делать путевые заметки и не сказать, что вершины федеральных каналов для нас недостижимы, если эти каналы брали наши видео и катали в различных сюжетах. Но впитав опыт поездок по странам красивым и дальним и вкусив аромат земли чужой, понимаешь, благодатней Урала Сибири и России нет. А когда земля родная становится и комфортней отдельных пятерок в смысле отелей и красивей альпийских горных курортов, сожалеешь только о ценах на внутренние авиарейсы. Но нас, магнитогорцев, это не касается. Нам до клуба 33 медведя ровно 33 минуты езды неспешно. Либо вспомнит молодость, час 30 на электрике, веселой компании и с гитарой. А здесь, по желанию, и готовый ужин, и шашлык, и лес без клещей, и шоппинг с приятными, практически ЦГЯшными ценами. И что ж, время меняется, время идет, весна идет. Но комплекс 33 медведя по-прежнему гарантирует вам прекрасный зимний отдых. Почему? Потому что рядышком есть великолепная трасса заснеживания и рядышком есть вот здесь тот самый выше озвученный магазин со спецценами и со специальными скидками. Но мы пойдем дальше и поговорим сегодня о том, как грамотно организовать такой вид бизнеса, клубный бизнес. Он включает в себя и шаттлы, и специальные места для хранения и обслуживания лыж. Продуманность. Вот какие слова приходят в голову. Если вести повествование о клубе 33 медведя, если баньки, то две. Если нужен свой вход для любителей конфиденциальности, то и он есть. Если нет желания переть лыжи в номер и кантами царапать новые прихожие, то есть специализированное лыжехранилище с комнаткой спецподготовки. Согласитесь, удобно. Есть специальная комната для хранения вашего горнолыжного оборудования. Но не надо ничего в номера тащить, штукатурку там отбивать лыжиками. Не надо. Ботинки, пожалуйста, можете посушить в специальных сушильных шкафах. Но в клубе 33 не только отдыхают, здесь еще и готовятся к соревнованиям. И уж для самых продвинутых есть место подготовки вашего горнолыжного оборудования. Специальные верстачки. Пожалуйста, подтачивайте канты, формируйте идеальную поверхность ваших чемпионских лыж и выигрывайте. А после выигрыша, ну, понятно, бар есть, можно его здесь и отметить. Не знаю, как там будет в Сочи, но девиз Абзакова о гарантированном снеге реализован и имеет место быть. Конечно, было бы глупо. Вырубать лес и строиться прямо у горнолыжного комплекса. Кстати, при строительстве клуба 33 медведя ни одно дерево вырублено не было. Напрямую тут, до основного бугельного подъемника километра два, не более. Гораздо большее расстояние приходится преодолевать в некоторых отелях Шарм-эль-Шейха до моря. Но, вернувшись к продуманности, скажем, ваш личный шаттл типа Газель к услугам. И вот вы готовы к приключениям, выходите и... Ну и в чем, собственно говоря, суть этих шаттлов или чартеров. Называйте их по-разному. В России это Газели. Маршрутное такси. Ну, это не маршрутный такси, это служебный транспорт для перемещения вас, любимых гостей клуба 33, либо с Магнитогорска до вас сюда, либо отсюда до аэропорта, либо вот можно просто обуть горные лыжи, ботинки сложить все аккуратно сюда и, пожалуйста, до горнолыжки. Поднимайтесь, катайтесь, пейте глинтвейнчик. Можете пивка попить. Ну, не надо экспериментировать и отдавать права на год, два, три. Не надо этого делать. Ездите в Газели. С этого момента забываем права, заряжаемся глинтвейном для тепла души, потому как тепло для тела вы уже прикупили, и вперед на гору. Если кто-то может нас упрекнуть в некоторой тормознутости, в смысле раскрутки горнолыжного комплекса не в сезон, скажем, мы любители оставлять самое вкусное напоследок. Ну и вкусив нектара прекрасного, мы поднимемся за нектаром другим, который добавляет нам смысл в жизни. Это чувство адреналина и скорости. И, конечно, и сегодня, и сейчас вы можете проехаться по трассе различной степени крутизны. Они такие есть, но самое главное, что все это вы здесь сможете сделать аж до мая месяца включительно. Ну, а пока вы наслаждаетесь горными лыжами, сидя на диване, на фоне очередных соревнований всероссийского уровня порассуждаем о перспективах круглогодичного недорогого отдыха. В месте, где леса в разы больше, чем на озере Банн. Дело в том, что в организации клубного отдыха нужна и инициатива, и фантазия. Ну, а поскольку мы вместе с клубом 33 медведя взялись развивать круглогодичный оттяг по-уральски, все карты сразу раскрывать не станем, чтобы не плодить конкурентов. Но, зная досконально здешние места, устроим вам и джип сафари, и рыбалку, и сплав, и дельтапланеризм, и термальные источники. Ведь это только начало нашей длительной совместной работы. А зная собственные возможности и видя инициативу руководителей клуба 33 медведя уверены, все у нас получится. Ну, а в завершении сюжета, не прокатившись по шикарному горнолыжному покрытию, которое еще существует и будет существовать до середины апреля, так это точно, может до мая дотянет. И использовал в своем оборудовании лыжи хед, ну и ботинки хед, которые почему-то мне пришлись в пору. Я подумал, они наградили мне оператора, который немножко подмерз и попил глинтвенчика. Да наградил, почему нет? Тем более, что скидки здесь от 40 до 50 процентов. И замечательная розовая толстовочка, и кофточка, и еще много чего полезного. И все это здесь в клубе 33 медведя. И отдых, и хороший шопинг, почему бы и нет?